На улице плюс 20, а в домах всё ещё жарят батареи. Люди жалуются, тепло им больше не нужно, и весной за него снова придётся платить большие суммы. По правилам, отопление отключают, когда температура воздуха держится 5 дней на отметке плюс 8. Но почему-то эти рекомендации сейчас не работают. В мэрии говорят, отключать ещё рано. В городе не было весенних дождей, и земля не успела прогреться, чтобы людям было комфортно. Система центрального отопления в Красноярске исторически построена так, что быстро её отключить, а потом по первому требованию включить обратно, невозможно. Май у нас обещает быть холодным. И температуры там будут стоять на уровне всё-таки ниже, чем плюс 8 градусов среднесуточная в течение 5 суток подряд. То есть если сейчас отключить центральное отопление, то быстро включить его в мае, когда придут холода, не получится. Поэтому каждый год решение об окончании отопительного сезона принимается очень взвешенно. Сейчас теплоэнергетики снизили параметры на носителях. Если вам всё ещё жарко, в мэрии рекомендуют выключить батареи. Специалисты в сфере ЖКХ говорят, пока распоряжение об отключении не подписано, мы будем платить за ненужное тепло через общедомовые приборы учёта. Это касается старых домов. Другая же ситуация в новостройках. В более выигрышном положении сейчас находятся многоквартирные дома, которые были построены после 2003 года, либо многоквартирные дома, где был проведён капитальный ремонт сети горячего водоснабжения и отопления. В этих многоквартирных домах есть автоматика, есть индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием, которые в зависимости от температуры воздуха на улице регулируют объём на подачу теплоносителя в дом.